Валерий Соловей со мной на связи Валерий Дмитриевич здравствуйте здравствуйте Александр здравствуйте уважаемые зрители и слушатели Валерий Дмитриевич начнем конечно с неимоверного галопа который идет ВСУ вооруженные силы Украины вот в стороне Харьковской области и того что происходит под аккомпанемент вот этого контрнаступления в Российской Федерации вот есть несколько сливов о том что генералы находят в себе смелость уже в глаза говорить Путину что Владимир Владимирович вы проиграли вы можете проанализировать этот период вот почему именно вот сейчас и что будет делать Путин да Александр я как раз не берусь судить о военной стороне дела потому что информация поступает очень противоречивая и как вы понимаете обе стороны слегка лукавит может быть российская сторона сейчас лукавит гораздо сильнее украинской всего понятных причин но что касается политической реакции да я с удовольствием об этом расскажу и то что я знаю то что я предполагаю военные они очень недовольны отношениями с президентом я имею ввиду российские военные они крайне недовольны им как верховным главнокомандующим и то что происходит последние дни это когда пару-тройку дней назад пьяный генерал во время видеосвязи с президентом Путиным сказал все что он думает матерно просто матерно послал президента а вот вчера уже трезвый военачальник сказал все то что он думает и это если хотите эпитафия на специальной военной операции что Владимир Владимирович вы проиграли но я могу подтвердить что это было сказано это уже широко циркулирует по Москве это уже можно сказать сведения подтвержденные другими источниками в чем причина недовольства военных здесь придется вернуться к самому началу и первая главная причина не главная но первая причина состояла в том что Путин нарушил кардинально нарушил тот план операции который был ему предложен Герасимову план операции предложенный Герасимову предполагал что в течение трех недель а то и месяца российские войска не сделают ни шага на территорию Украины что будут наноситься удары авиационные ракетные будут методично уничтожаться инфраструктура склады мосты и прочее 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 правда мы сейчас понимаем что вряд ли бы она была бы уничтожена но это мы знаем сейчас тогда все это выглядело по крайней мере спланированным да и логично и после того как все это будет уничтожено и имеется ввиду военная инфраструктура и российские войска тогда двинутся то есть предполагался никакой не блицкрика если хотите такой знаете растянутый во времени план классический план общевойсковой операции артиллерийская подготовка а потом уже действие сухопутных сил Путин сказал что нет Украина рухнет как перезревший плод к его ногам что давайте совмещаете сразу наносите удары теми значит сверхточными ракетами которые у нас в избытке и высаживаем десанты идем на Киев Зеленский бежит и знаете что самое интересное что спустя две или три недели то есть середине марта Путин сам признал что он ошибся это колоссальная редкость для российского президента честно говоря вообще президенты не очень любят признавать ошибки это делают их пресс-секретари обычно какие-то помощники а тем паче Путин и тут вдруг признал это первое второе когда ему стали говорить что есть явный дисбаланс сухопутных сил что украинцев гораздо больше что у нас меньше что нам надо объявлять мобилизацию сейчас весной и на этом сказать настаивали военные план мобилизации был подготовлен был подготовлен чуть ли уже не в марте предполагалось что в результате трех волн мобилизации удастся призвать до полумиллиона человек поставить подруживок это немало и как раз вы знаете они должны были быть готовы вот концу августа началу сентября началось украинское контрнаступление ему потом не раз об этом говорили и сказали вот в докладе в июльском было написано что последняя дата когда мы можем начать имеется ввиду российской федерации приступить к мобилизации это середина июля после мы уже не успеем вот вы видите и это лишь один из примеров дело в том что после того как Путин принял роковое решение 23 24 февраля он отказывается принимать серьезные решения то есть я знаю что на протяжении лета ему несколько раз предлагали различные планы действий некоторые из них по словам моих собеседников были вполне себе грамотные и реализуемые можно было интенсифицировать боевые действия можно было добиться успеха до того как украина успеет получить критически важную помощь и он не говорил ни да ни нет он все это откладывал почему откладывал психологически понятно я думаю любой из нас вспомнит что ошибшись один раз каком-то очень важном вопросе да мы начинаем потом перестраховываться и боимся принимать решение после муж не совсем безумцы в данном случае это запоздание оказалось пагубным пагубным и третье обстоятельство в том что генерал и генштаба знают что против них возбуждены уголовные дела значит что военная контрразведка расследует что она собрала материал и все эти дела ждут часа когда Путин будет искать виновных в провале специальной военной операции или ну назовем это пользуюсь эфиризмом характерным для россии недостаточно быстром успехе специальной военной операции поэтому то что происходит это это конечно не фронт а это не восстание генералов это было бы преувеличением и я сразу хочу предуведомить об этом украинскую публику но это показатель очень высокого напряжения высокого напряжения раздражение которое нарастало и которое теперь начинает прорываться что генералы знают что их объявят виноваты их посадят их разжалуют они не считают себя виноватыми я тут не берусь судить кто прав кто виноват вы понимаете это не моя область вообще они считают что виноват президент и они это ясно дали понять ясно дали понять что он принял роковые опасные и пагубные пагубные решения вот что будет дальше ну а что конфронтация будут продолжаться значит россия сейчас предпримет российские вооруженные силы попытку остановить этот украинский прорыв я не знаю удастся или нет я я не имею об этом представлениях хватит ли резерв какие-то резервы есть но я полагаю что если их направят на харьковское направление украина может нанести удар на другом направлении на херсонском или еще на каком-то риск да и кстати очень характерно что турбо патриоты допустим игорь стрелков и там такое значит и те кто находится даже на прикорме власти они вдруг стали говорить что это измена да это измена что измена свила себе гнездо это очень напоминает историю российской империи 1916 года когда тогда заговорили об измене что измена вставки что чуть ли не царица изменщица там общается по прямому проводу с вильгельмом я понимаю что слухи носили самый фантасмагорический характер но когда вдруг люди в здравом и твердой памяти понимают что они там эмоционально не начинают говорить об измене о том что как же так предупреждали все было понятно я не вижу честно говоря в этом никакой измены я вижу в этом чисто русскую безалаберность и нехватку ресурсов потому что нельзя было значит выстраивать надежную оборону сразу на несколько направлений для этого просто нет ресурсов первую очередь не хватает по всей видимости судя по происходящему профессиональной пехоты вот ее не хватает сейчас техника какая никакая еще есть но она тоже заканчивается поэтому вот значит по слухам надо и у северной кореи теперь покупать это да это невообразимо просто ну да северная корея пользуется как раз модернизирован модернизирование которую она сама модернизировала советской техникой артиллерийскими системами ракетами средней дальности там скадами и прочее ладно это уже тема для людей лучше разбирающихся материально-технической части но ситуация очень напряженная очень напряженная и как мне сказал один офицер у меня сказал об этом еще месяца два назад потом несколько раз повторял кстати не армейские офицеры армейские офицеры вообще молчат сказал что мы можем простить вождю все что угодно кроме военного поражения и и Субтитры создавал DimaTorzok